Мы на канал Диэтландия, мы идем на экскурсию. Вот это да! Все, заходим на экскурсию. Карточку, карточку дайте. Сейчас будет интересная экскурсия. Интересно, что там. Возьмите, пожалуй, карточки и ваши. Ждем, да? Нет, я секундочку. Возьмите, пожалуйста. Ваше вспоминание вас ожидает. Приятного экскурсия. Проходите. Спасибо. Здравствуйте. Всем еще раз здравствуйте. Меня зовут Настя. Я буду вашим экскурсоводом. Мы с вами будем ходить от экспоната к экспонату. Я вам буду обо всем рассказывать, но затем вы уже сами сможете вспомнить, хоть посмотреть, сделать фотографии. Подходите к первому экспонату. Он называется теорема Пифагора. Ух ты. Девочки еще не слышали, да, про теорему Пифагора? Баба, конечно. Сосные помнят, как гласит теорема Пифагора? Во все стороны. Во все стороны равны. Вот такой стишок у нас есть. На самом деле она гласит, что у тебя квадратки потянулись в район сумме квадратов хватит. Мы с вами сейчас будем доказывать эту теорему. Нам нужно будет перевернуть данный экспонат и посмотреть, если вот эта синенькая водичка полностью заполнит самый большой квадрат, то мы докажем теорему. Готовы доказывать? Да. Подходите, переворачивайте. Переворачивайте. Пока, типа, помогай вам с этой стороны. Давай туда. Вот, стоп. Видите, водичка полилась. Вот если этот самый большой квадрат уже станет синим, все, доказано будет теорема. Здравствуйте, присоединяйтесь к нам. Мы уже с девочками теорема Пифагора доказываем. Видишь, водичка льется. В школе-то будете изучать в восьмом классе. Представляете, будете списывать столько страниц, чтобы доказать эту теорему. А мы с вами сейчас вообще за 30 секундочек все доказали. Все, переходим к следующему экспонату. Этот экспонат называется Парабабоид. Такое непонятное какое-то, да, слово еще такое не слышали. Водичка здесь какой формы налита, фигура какая? Прямоугольная, молодцы. Как тебя зовут? Никита нам сейчас будет показывать. Кое-что убирайте. Ручки крути очень быстро. Вот, еще крути. Что с водичкой происходит? Она медленно, конечно, но что с ней происходило? Давайте вам покажи. Давай я покажу. Убирай, пачка, ручки. Что с ней происходит? Исчезает. Исчезает. Да в центре водички не было. Смотрим еще раз. Это мы с вами сейчас наблюдаем действия центробежной силы. Попробуйте сделать так же. Надо сидеть. А взрослые нам сейчас подскажут. Где мы дома такое встречаем? Миксер. В стиральной машине. Да, миксер. Завести, где вороночка у нас получается, где у нас в серединке пусты, это есть центробежная силуна. О, моя. Ну что? Готовы сремяться со взрослыми? Да. Вставайте вот сюда к белым шарикам. Скорее к белым шарикам. А взрослым к желтым. Сейчас проверим, кто самый внимательный. Задача взрослых. Найти среди желтых один ярко-белый. Ну, а ваша задача, среди белый или ярко-желтый? Вот он. Вот он. Вот он. Это не он. Он, видите, такой желтоватый. Вот он. Мы нашли. Нашли, молодцы. Я помню его. Вот, вот, вот он. Нашли, да? Вон он, вон он. Ага, хорошо. Вперед, да? Нашли. А вообще, как вы думаете, где было проще что искать? Нам или вот здесь взрослым? Нам. Нам, да, на белом фоне. Видите, желтый шарик, кажется, еще ярче, чем вот здесь. Вот здесь белый шарик, он сливается. Если синий мы его сделаем, то вообще не будет видно шарик. Ну что? Посмотрим дальше. На что похоже? На песочные четыре. На песочные четыре, на самом деле. Да, с Кагаль. Здесь вместо песочка что? Шарики. Мы с вами сейчас будем, как взрослые, проводить эксперимент. Нам нужно будет перевернуть эту доску и посмотреть, как вот эти шарики, проходя через препятствия, распределятся вот здесь в ячеечках. Будем сейчас такой эксперимент проводить. А вообще, как они распределяются? Как вы думаете, где их будет больше? По бокам или по центру? По бокам. По центру. По бокам. По центру. Я думаю, что везде равные будут. Я? Я. Давай. Ну давайте справеем. Приворачивайте. Сейчас пробка. На нос. По центру, да, вот так получилось. Смотрите, пирамидка какая. Это нормальное распределение гаусса. Шариков у нас было много? Да. Да. Они друг об друга стуковались, когда падали, правильно? Да. Проходили через препятствия. По центру, смотрите, всего четыре препятствия. А по бокам их очень много. Вот поэтому шарики решили пойти прямо напрямик в центр. Насколько бы раз мы с вами эту доску не переворачивали, всегда будет получаться вот такая пирамидка, нормальное распределение гаусса. Ребята, смотрите, надо куда-то одно полёсное миски. Пойдём. Крути. Ну, можно ли мы ехать? Можем ли мы ехать? Нет? Я ведь попробую. Вставай. Вставай. А мы делаем все два шага назад, чтобы нас ничего не стекло. Так. Давай попробуем. Покрути рулём, вдруг уедешь. Нет, да? Не едет. Теперь остановись. Нет. Сейчас я раскручу. Круто сюда. Теперь поворачиваем в одну сторону в какую-нибудь. Прям до конца повернись. В другую сторону. Прямо резко поворачиваем. Теперь едет, да? Это сила гироскопического эффекта мы с вами наблюдаем. А давайте поменяемся. Встанешь сейчас. Давай, вставай. Так. Поворачиваем в одну сторону. В одну. О, и в другую. В наших телефонах также есть самый маленький лазерный гироскоп. Вот в сенсорных. Когда телефон вот так крутим, ориентация меняется, да и есть гироскоп. Юла, детская игрушка, тоже гироскоп. Потому что она хочет остаться в том же положении, в котором мы её завели. В котором она была раскручена. Давайте все прокатимся на гироскоп по очереди. Аккуратно. Все, что близко не подходило. Можете посмотреть все экспонаты, которые мы с вами уже прошли. Пойдем посмотрим. Сфотографироваться с бабочками. Пойдем, тебя уведу и приведу. Обязательно, мой пояс. Давай, ну сюда, заходи. Куда она пошла? Голубь, вытаскивай. А мы пойдем смотреть, пойдем смотреть, что будет. А-а-а. Давай, вытаскивай голову. Голубь, вытаскивай. Юша. Привет. Опа. Голова на блюде. Так же можете сфотографироваться здесь. Так а тут целая горилла тебя, что ли, есть будет на обед? Ничего себе. Мартышка. Мартышечку маленькую на обед решила горилла съесть. Классно. Ну, а вот там есть тучик, если можете его взять. Ну, все, влазь. Ну, Жанна, выставите. Я разкушу больше покажу. Будешь кататься? Да. Ну, иди подходи. Пойдем в машинке играть. Ася. А тут сейчас машинки будут ездить, смотри. Ну-ка. Ух ты, сейчас классно они будут. Ксюша, иди вставай. Сначала раскрутить. О, поехала, поехала. Ого. А в одну сторону. О, тут машины полетели. Классно, да? Ты прям целый шумахер тут ездишь. Ну-ка, а там что ребятишки делают? О-о-о. О, папа у нас залез. Шумахер. Здесь права не нужны, да? Здесь права не нужны. Классно. Давайте еще пару разную шумаху. Все, давайте. И пойдем с вами дальше. Один Ксюша. А, вон она, Ксюша. А что это вообще на что похоже? Что это такое? Что это такое? Гиперболоид. Миллионы. Миллионы. Миллионы там? Ага. И все. О, еще робот какой огромный. Нам всем миньоны интересны. Мама. Больше нет интересов. Говорю для взрослых. Это настоящий гиперболоид. У нас есть прямая. Смотрите внимательно. Есть прямая. Есть две кривые. Прямая через кривые сможет пройти? Я ее крутить начну. Она не врежется, нигде не врежется. Врежется. Давайте проверим. Сейчас вам фокус покажу. Так, убирай ручку. Сейчас вступим. Я опять прошла. Попробуй. Вот это интересно. Равнение касательное гиперболево изучали в школьной. Вот на это можете не смотреть. Это когда это было? Единичка, да. Единичка, точка касания. Везде в одной точке. А крутим, когда получается вот такой красивый гиперболот вращения. Такие чертежи вы скоро будете чертить. Да, такие маленькие уже все знать будут. Прям все запомнят. А что это красиво? А ты? Да. Мне кажется, чем ты похож? Только круглая. Только круглая? Так, посмотрите. Это пополам. Ого. Ого. Держи тебе. Я помню карандаш только сраняли и измельчали. О, детские всякие вот эти доски магнитные. Да, да, да. Магниты, да? Это специальная акуническая жидкость. Она немножко маслянистая и металлическая стружка. Я не знаю. Здорово. Вы друг к другу давайте, делитесь. Вот у нас еще двое человечков. Заходи. Вообще, там робот такой. Ага. А я вам покажу сейчас ежика. Ну-ка, а здесь что? Смотрите, ко мне буду вам ежика показать. Смотрите, ежик какой. Смотрите, настоящий. Как настоящий, да? Это магнитные линии. И вот так вот. О, прикольно. Тоже это все магнитные линии. Я хочу тоже. Можно мне тоже? Ладно? Да. Вопрос ко взрослым. Магнит можем прямо сейчас взять и размагнитить? Ладно? Прям вот этот магнит взять и размагнитить? Да. Да, как? Сейчас расскажу. Давай. Противоположный. Магнитные линии. Нет, прям вот чтобы он магнитные свойства потерял. Если нагреем очень сильный. Да. Да. Он размагнитится. Ну, у одного из пустителей получилось ударить магнитом. Ну, либо это был такой сильный удар. Либо ему просто показалось. Ну, вот как же у него размагнитилось? Я вас хочу познакомить с настоящим роботом. Но я вас не могу к нему подпустить, потому что я не знаю, какой у вас рост. Настя, вставайте вот сюда спинками. Ого. И говорите мне, поскольку вы бананов. Вот здесь видите банана метр. Мне нужно знать, сколько вы бананов. Один банан 25 сантиметров. Сколько бананов считайте? Ксюша, сколько ты бананов? Ну, вот ты там отметочку сделай и считай, сколько бананов. А где сколько бананов? Я не знаю. Настя. Шесть. Шесть бананов? Ну, нет, им шесть, пять. Пять, Настя. Пять бананов. Пять. А мы четыре, да? Миньоны, да, можете с ними сфотографироваться. Ну-ка, пойдем к миньонам. Пять сантиметров. Классные миньоны. Смотри, какой миньон. Иди туда. Смотри, он. Коже пять. Очень хорошо. Соль. А вам отдарись потом в середине. Давай. О, робот разговаривающий. Говорящий. Вот это да, я готов рассказать про зону на фототехнике, где мы сейчас с вами находимся. Здесь вас встречают военные роботы с фильма «Рыбаков», которого зовут «И-209». Дальше у нас находится машинка из фильма «Безунный Марс», а следующий экспонат «Капринск» и также экспонат «Ропа Горилла» и скульптура «Овечки Доны». Подруга Мунинка. Танцуй. По-моему, робот танцует. Он танцует, поет, мультики показывает. Поближе подойди и покажешь. Меня зовут Армурь, и я настоящий живой опыт. Классно, да, Ксюша? Спой песню. Спой песню. Спой песню. Машинку вон в ту можете садиться. На руку гладенку так. Простите, на руку есть. О, что это такое? Вот с другой стороны. Давайте, да, вот это мы все спрячем, чтобы гладенько все было. Глазди подходит и вот так вот свои ладошки оставляет. Ух ты! Так, ладошки вот здесь смотрят. Классно, да? Ну-ка. Просто лицо, да, только глазки. Подожди. Представляешь? Вот прикольно. Моя ладошка самая верхняя. Ну-ка, Ксюша, давай. Опа, палочки. Простите, ну-ка, да. Смотри, как обезьяна. Да. Какая-нибудь сменилась. Вообще. Что? Классная карьера, да? Сумфонза. Только аккуратно она может тыкнуть. Там же не все как-то хорошо проходят. Вообще мягкая, да. Ну, попробуй, папа, лицо сейчас сунет. Ого! Какая-то обезьянья. Точно человек произошел от обезьяны. Обезьянье лицо. О, классно. Ктюша. Смотри. Здорово как получилось. Классной карьеру похож. Похож? О, да хорошо. Ага, Ксюша, иди сюда. А чего бояться? Она тебя унесет, что ли, куда-то? Страшно, что ли? Такое лицо напряженное. Страшный обезьян. Вон на машину посмотри. Овечка Долли. Ксюша. Ксюша, ну-ка машинку давай. Би-би, а ты куда убежал-то? А все, робот ей только понравился, видишь? Все к роботу липнут. А, к мультикам. Я думала, робот нравится, они мультик смотрят. Мама, сключи слово о мультике. Скажи, сколько тебе лет, робот, да? Третьяна экрана. Ага. Спрашивай что-нибудь. Ээээ, а из тебя сделала в пальцовую мультик? Живут только пони. Они питают журану и какую бабочку. Готовы идти дальше? Да. Конечно, готовы. Дети, пойдем. Настя, пойдем. Дерни робот. Где папа наш? Папа, пошли. Папа, что-то у нас тут дымится. Сюда, за меня, главное, не заходим. Говорите, азовальдо пока-пока. 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 Ну-ка. Все. Что это такое? Мы вас очень-очень чтем. А это воздушная пушка. Настоящая. Я сейчас буду стрелять. А вы мне говорите, что из нее вылетает. Хорошо, какие фигуры вылетают. Вот если я кружочек поставлю, что будет вылетать? Кружочек. Кружочек. А если я поставлю квадратик? Квадратик. Квадратик, конечно, вылетает. Снимаем. Что вылетело? Внимательно. Смотрите. Круг вылетает? Да. Да, стоит там все равно квадратик. Такие вот фокусы. Можете попробовать пострелять. Ну-ка, Ксюша, давай кастрельный. Ну, а так же выйдут закручивости, когда танк вылетает. О, вылетает. А давай, знаете что? Обстрел. Да не опасно. Обстрел, Ксюша, идет. Обстрел. Пушка. Мы вас очень-очень ждем. А мы живем? Все, там все равно. Да. А потом мы к нему уже не вернемся только. Вообще мы не возвращаемся. Поэтому если хотите, можете сходить сфотографироваться. Давайте я вам здесь расскажу. Давайте покачаем с вами. Можете шидкости. Можете твои люди. На вниз, на консайт. О, какие пузыри пошли. Что вы видите? Что видите-то? Пузыри видите? Да, я-да, 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 я-да. Что-то Ксюша не очень интересно. Красиво. Это масло, оно средней такой вязкости. Поэтому здесь средние пузырики. Вот если бы поселее его качать, видите? Здесь глицерин, он очень-очень вязкий. Поэтому вот. Пузырищи какие. Пузырищи какие. Ну а там водичка простая. Пожило качать. А вот здесь. Звучит. Человечко. Пусти с ним сфотографироваться сходите? Ну как сейчас встань в ротик ему? Вон туда встань ему. Чуть-чуть сюда. Нет. Нет, к карту. Может именно язычок там почитать здесь. Сами сходить. Почеши ему язычок. Здорово. Молодец. Иди сюда. Иди сюда. Так, это я понимаю, это колесо. Да, будем сейчас бегать, играть в хомячков. Готово? Ну-ка давай, покажи класс. Всегда стемся. Будете побегать? Да. Как белка в колесе. А сейчас мы с вами будем играть в хомячков. Нам нужно будет встать сюда в колесо, держаться очень слегка, за поручень. Ножки поднимать, прямо шлют сюда, потому что надо ноги прям поднимать очень высоко, бежать в чинку. Договорились? По двое давайте. Двое кто? Давайте двое заходим. Подставай немножечко, да, вправо. Псюша, подальше маленько. Отходи немножечко вправо. Вот. Ножки выше. Ножки выше. Девочки, нам сейчас электричество обрабатывают. А-а-а, вот точно лампочку. Да-да-да. Экономия электроэнергии. Вместо тренажерного зала. По жене. Устали? Молодец. Устали? А вот как хомячки могут по 12 километров за нас пробегать. Иди всталай, скорее. Закинуйте. Устала, что ли? Можки высоко поднимать и крепко держать. Ну и что, легко? Да. Беговая, да? Это очень сильно. Беговая. 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 Сейчас мы в самый интересный зал пойдем. Папа. Придется. Придется, папа. Давай-ка. По одному взрослому, наверное. Голову только второй. О, зашкаливает свет у нас, папа у нас вообще, усилить за ноги, вот кому надо свет дома вырабатывать. А что, будет свет? Конечно, вон. Машины нам до папы показали, как надо бегать. Руки грязные? Какой он тяжелой. Мне казалось, на этой комнате много находится. Мне видно, что тяжело идет. Я вас приглашаю в комнату повык иллюзий. Ну-ка. Сейчас все детки идут прямо до микрофона. Папа ничего не говори. Прямо до микрофона. Все взрослые направо до микрофона. Папа ничего не говори. Слушайте меня внимательно, что я сейчас буду говорить. Говори. Папа, иди сюда. Самое главное правило в микрофон и не кричать. Свечи на меня. Супер. Папа, иди сюда. Папа, иди сюда. Так, давайте, а вот еще вот здесь говорите. Давайте получим. Что вы, что вы любите играть? Поперите нам, пожалуйста, что-нибудь. Поперите нам, пожалуйста, что-нибудь. Во все очень разную герметику. Иди сюда. Стыкни графон. Что вы будем играть? Самое место игры! Ахахаха! 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 Очень классно! Давай! Ваши голоса меня за счет компьютерной обработки звука. Ксюша, готовы идти дальше? А что вы будете дать? А что ты ничего не сказала, Ксюнь? У меня к вам такой вопрос, я просто не знаю на самом деле его ответа. Когда вообще ярче всего светит солнышко? В какое время светит? Утром. Утром? Давайте проверим. Днем, говорю, я не знаю, как лет. Может, даже вечером? Да. Давайте проверим тогда. Сейчас я буду включать солнышко, то есть у нас будет утреннее, дневное, вечернее. А вы будете листочками вот этой стороной ловить свет, договорились, черной стороной. То есть вам нужно будет направлять листочки к солнышку. Ну и так мы с вами проверим, когда все-таки у нас ярче всего светит солнышко. Прям вот не знаю, когда. Смотрите, тут циферка восемь уже, да? И ноль девять. Неплохо. Так, день. Больше цифер уже, да? Уже девять и шесть. Так. Вечер. Семь и шесть. А вообще вот так по солнышку, которое я включаю, когда ярче? Днем. Смотрите, две лампочки у нас горят, значит днем у нас ярче всего светит солнышко. И каждый листочек под солнышко попадает. А вот прям вот у нас под углом как раз не так ярко. А мы с вами подошли уже в водную зону. Ура! Ура! Ой, вода, да. Ура, вода. Сейчас для вас будет задание. Первое задание нужно прийти. Задание. Что сделать надо? Задание, давайте отдыхим взрослым. Ну, как пандемия, ну что, не пристело, что ли? Ну ладно. А мы будем делать самое важное задание. Задание для взрослых. Делать так, чтобы две мельницы заработали одновременно. Папа! Как вы это будете делать, я не знаю. Вы можете двигать мельницу, можете двигать чашечку, чтобы они две одновременно заработали. Мельницы, которые сейчас ваши родители запустят, не затопило. Понятно? Мельницы подвинуть надо. Построй, держи. Латину. Понимаете, если затопит, то все как бы делать не будет. О! Так. Какая я умница догадалась. Почему? Надо, чтобы две одинаково работали. Обе работали. А, туда теперь не бежит, что ли? Вот так получается. Тогда в той не будет. Да. Давай. Давай, чтобы мельницы не затопило. Строим плотягину. Пока родители работают, соображают, да, как? Да, 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 да. Если ее подозревать, то сюда. Давайте, чтобы прям водитель распапливалась, чтобы не бежала туда. Нет, еще поближе сюда. Родители-то сейчас умные. Можете обойти с другой стороны? Вот! Ай, она цепляется. Молодцы! Нет, чтобы эти мельницы-то запустили родители. Какие умные, да? Иногда сбуксуют. А вы что-то делаете? Они делают, чтобы ваша мельница не затопила. Ты же уже туда ушла. Видите, водичка скапливается, как хорошо. Эксперименты менее интересные. Молодцы. Мне интересно знать, как вы стоки скапливаете. Давай, вот сюда вставьте. Помогайте. Давай вот так. Опа, молодец. А вода откуда-то? А как? А как она откуда-то бежит? У меня папа тоже. Наверное, что в самом кране? А в самом кране вода бы закончилась. Труя. Ну да. А трубы нету, да? Нигде. Труя мощная. Мощная. Струя. Так, это какое-то волшебство прям. Мощная струя. Струя очень мощная. Мощная струя. Струя очень прямая. Это трубочка прозрачная, да. Здесь водичка как фонтанчик вверх поднимается. А кран вон там оторяется и обтекает трубка. То есть она прячется. Трубка. Понятно. А, она всасывается в трубку, да, там? Понятно. Волшебство. Здесь ножки порыбачить, пока я буду вопросы родителям задавать, чтобы кораблику запускать. Ну-ка налови нам рыбы на уху. Я, правда, такая не знаю. Ксюша. Да почему? Что там случилось? Стальмара. Я пламлю на вопросы. Пенопласт утонет? Нет. Нет, да? А пластик? У-у-у-у. У-у-у. 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 Не утонет, говорят. Утонет она, на самом деле. А, да? Потяжелее, чем пластик будет, чем водичка. Сосна утонет? Нет. Нет, да, дерево опускаем? Нет, да. А лиственница утонет, говорит? Вот она, смотрите, не утонула сейчас. Но она сейчас питает жидкость, да. Вот она уже долго здесь лежала, видите, почти наполовину тонет. Железо у нас тонет, а алюминий – легкий металл. Рыбачка. Ксюша. Почему не тонут железные корабли? За счет воздуха. За счет воздуха у них есть воздушные карманы, их еще водичка выталкивает. Ребята, смотрите вот сюда внимательно. Девочки, смотрите сюда. Смотрите, две гири по одному килограмму. Ну, одна находится в воде, другая в воздухе. Где тяжелее эта гиря? В воздухе. В воде. В воздухе. Ой, я знаю. Сходите сюда. Медленно поднимай. Давайте по одному. Давайте по одному. Поднимать-то непонятно. Легко в воде. Давайте по одному. Держи, поднимай одна. Одна. В воде легко. А в воздухе тяжелее? Да. Да. А значит, гиря, где тяжелее? В воде или в воздухе? В воздухе. В воздухе. Да, все, опускаем. Ну, как все еще давай? Соня. Тяжело, да, в воздухе? А в воде легко. Будем с вами соревноваться. Ваша задача прыгнуть как можно выше. Вот сейчас узнаем, кто из вас самый прыгун. Ваша задача так прыгнуть высоко, чтобы нажать на какую-нибудь кнопочку. Договорились? Прыгаем. По очереди. Прыгаем. Нажимаем кнопочку. Прыгаем. Прыгаем. Назад. Шесть. Так, следующий. Еще раз прыгай. Леша, давай. Еще раз. Пятьдесят, шесть. Еще раз прыгай. Еще раз. Сонька. Пятьдесят, шесть. Чуть-чуть. Еще раз прыгай. Пост, семьдесят, шесть. На самом деле, эту циферку можете запомнить, сейчас узнаем его с ребенком и увидим высоту прыжка. Ну, теперь надо измерить ваш рост. Прыгни еще раз. То, что бананометр все-таки у нас правильный. Делаем ручки вот так. Спинкой вот сюда встаем. Ну, давайте. На зеленую кнопочку нажимаем. И на красную тоже. Вот. Сто тридцать. Нет. Подождите. Мы пока отходим с вами. Смотрим по очереди. Тянись дальше. Посядь немножко. Ну, вот примерно сто двенадцать. Вот у меня пальчики торчат. Здесь пять-семь сантиметров. Следующий давайте. Так, на две кнопочки. Одно-нибудь. Сто двенадцать примерный. Это примерный рост. Присядь. Сто двенадцать. У всех. Сто двенадцать. Одно и то же. Кто еще? Все? Ага, решила поручить. Туда я пошел. Давай, ну вот у тебя сто два, но у него пальцы очень сильно торчат. Еще у тебя только четыре, скорее всего. Так, ну что? Одна девушка сумела перекричать взлетающий самолет. Представляете? Самолет взлетал. Он все громко гудит прям, да? Шумит. Она его перекричала, попала в книгу рекордов Гиннесса. Теперь ваша задача. Давайте все вы будете кричать вчетвером. Прям поближе подходить. Только в ушки не кричим друг другу. Как можно ближе. И на счет три кричим буква. Раз, два, три. 37 и 3. Ну почти перекричали, да? Пойдемте играть с вами. Давайте сделаем так. Вот вы двое. А вы двое, вы здесь давайте. Давай, будет твое поле сверху. Твое поле вот здесь снизу. Девушка, у кого будет сверху? Снова кричим. Сюда сверху. Ваша задача нажимать на кнопочки, которые будут загораться. Поехали. Поехали. Которые загораются, Ксюша. Которые загораются? Которые загораются? Ловить загорающиеся. Что мы на реакцию играем? Сонь, вверху. Кажется. Желтая. Деревня. Кажется. Кажется, победила Дружба. 16-17. Молодцы. Ну что, пойдемте в комнату. Взрослые могут остаться поиграть. Проходите. Что там такое? Проходите очень тихо. До белой стены проходим. Как так темно и страшно. Лицом к стене встаем, к белой. Все, растрел тянуть. Ножки растопыли. Ручки наверх подняли. Вот так и стоим. А вы можете вот здесь пройти и встать. Так, что тут сейчас будет? Вы только играете тогда. Глазки все закрываем. Кто в комнате находится? Я отсюда. А, ну дальше. Глазки закрываем и не открываем. Пока не скажу. А теперь отходим на два шага от стены. Глазки открываем. Свет? Свет. Тени-то свои увидели? Да. Да, вот вы мне их на память оставили. Спасибо вам за это большое. Есть фонарики с собой? Нет. Хотите деткам дать? Это светонакапливающая пленка на планах эвакуации. Я еще не вижу. Если есть фонарики, можете их включить, приложить к стене. Я что-то не могу здесь на камере. Еще рисовать. Если нет, то пойдемте с вами. Мама! А-а-а. Я не могу. Пошли. Мама! Я вообще удивилась. Здесь можете еще поиграть, взрослые. А мы с вами с вами с вами. Дай-ка. Давайте, мое человечков здесь. Иди вот сюда. А, маме, стоит там. А вы друг на друга посмотри. А где Ксюша? Ксюша! Папа! Ого! Ну-ка, Ксюша. Привет! Привет! Залазьте. Ух ты! На коленочке вставайте, с котиком прижимайте, а мы отходим на два шага. Так. Ася, раз, два. Ножки держите. Ничего, я тебя перегнула. Вот это ты акробат у нас. Папа. Да это нужно залазить, чтобы я была. Все, ну смотри, папа, половина. Где? Не подглядывай, залазить, расщупай. Соль. Акробатище, акробатище. Теперь мы знаем, как фирмы делают. А у нас же вперед куда-то полезли, да? Сюда нужно ручку засунуть, пощупать что-то, но ничего не доставать, самое главное. Ничего не достаём. Да, надо прям ручку засунуть, пощупать. Не заставать. Чтобы не видно было. Стой пока. Ну, а здесь подсказочки. Когда пощупим, что-то там нету никакого зубого. Камочка, но она не зубая. Ксюша, это картинка. А что там такое? Можно засунуть руку? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. 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 Что там? А у мамки у нас стояли. Вот сюда мышку потяните. Да, там человечек. Можете ему пожать. Ну-ка. Интересно. Ксюша, ну-ка, что-то дай. Рука, я достала её. Дайте потрогать. Я хочу, домик. Тут мышь. Дайте пошли. Что там, мишка? Живая, пальчик сейчас откусит. Голову оставляйся. Голову оставляйся. Голову оставляйся. А, оптическая иллюзия. Голову оставляйся. Рэмбо. Спрятался. А вот тут тоже. Возьми вот этот платок. Вот этот. Ксюша! Ксюш! Ксюша, иди сюда. Возьми платок и цветочек, пусть спрачутся Девочки и мальчики, подходите сюда Сейчас у меня будет для вас секретное сообщение Ваша задача, сейчас зайти в комнату и там спрятаться, хорошо? Мы с родителями считаем до пяти, идем вас искать За черные шторки не заходим Все, мы считаем, раз, два, три, четыре, пять Мы идем искать Комната великана Все, спрятались Комната великана, ничего себе Зеркало, зеркало Ксюша, ты за тигром спряталась, да? Какой тигрищий медведь Это игрушки великана Ксюша, смотри какой унитаз Это кухня, мы у него на кухне Конфеты Ух ты И пообедаем, да? Пообедаем А сейчас великан придет и съест тебя Огромный-огромный великан Смотри, Ксюша, какая косточка для собачек Смотри, какая собака Огромная Она добрая, охраняет дом Может, ты подальше подходите, у нас есть отметки на полу Ксюша, вот сюда вообще можешь забрать, смотри А почему ты смотри, какой унитаз? Это мальчик, мальчик тут звук Кастрюля какая Ксюша, иди-ка куколка в коробочку Мы тебя сейчас запакуем и в подарок Великану Барби Дочка Барби Девочка на обед Давайте я вас фотографирую, что вы ее варите Ксюша, иди залазь сюда Вот сюда, на лестницу Да нет, вон туда, книгам Ну-ка, какую книжку сегодня ты хочешь почитать? Девочка Здорово, да? Высоко Как великан Великан в Крым улетел, оттыхает На курортке Ага, стул какой огромный Это настоящая косточка Да-да-да А такая собачка и тебя может съесть Огромная Хорошая, да? Хорошая, хорошая Не рычит, да? Вы что, готовы идти дальше? Да Куда-то нас ведут за штормом Сейчас, я вас запущу в темный лабиринт, но он совсем не страшный В темном лабиринте вам нужно будет нажать на три кнопочки Три Они выделены по среднему Их нужно попадать сверху И нажать на маленькую кнопочку Вот сюда нельзя Проходим здесь Все, на три кнопочки нажать Я вас жду в конце лабиринта Здесь есть резиновые прути, а есть цепочки Можете проходить Кто не пойдет, можно Лабиринт Ну-ка ищите кнопки Ой Ого Так как это зацепило Ксюша, нет, ты там не пройдешь Вот туда Надо нажать вот на ту кнопку Нажмите на кнопочку Погладь Что, здесь не пройти, что ли? Почему Нажимай, Ксюша Ищи кнопку А где тут кнопка-то И так и не будет Нужно Погладить тугу Погладить тугу, которая подсвечена снизу И нажать на внизу Клопочка маленькая Я уже на слайде Сверху, сверху попрошу. И приглашаю в автополигон. Добро пожаловать. Проходите, пожалуйста. Ого себе! Ксюша уже в самолете полетела. Можете везде все покрутить и потыкать. Классно. А как они залезли? Ну-ка. Ксюша, ты куда полетела? Кабину самолета. Да. Настоящая кабина самолета. Ничего себе. Ксюша! Кургон. Старая машина. Ты что так быстро убегаешь? Я не успеваю тебя заснять. Ого, какая огромная-огромная машина. С парами включенными. Что вы так быстро дайте залезть посмотреть, Ксюша. Что там такое? Ух ты! Это сзади у них спальное место, да? Это для второго водителя место. Руль. Так, спускаемся. Ксюша, пойдем в кабину самолета еще раз. Пойдем, залезем. Можете вообще, чтобы она вот здесь села и высунулась из-за кошка. А вот сюда на лесенку это мой стропа. Ксюша, Ксюша, привет! Уже убежала-то. О, машина. Что не пойму. Ты все посмотрела, что ли? Ага. Убежала уже. Нет, так вперед. Надо, чтобы какой-то кнопочки прям... Ну-ка, давай. Смотри, вот красная такая. На нее вообще камень нажимает. Прям нажми на нее, держи. Водитель. Ксюша, ты прям как водитель. Посмотри, покрутишь. Представляешь, ты крутишь вот так рулем, колеса тоже крутятся с тобой. Да как мама за рулем теперь. Ну-ка. Какая машинка, смотри вообще. Прикольно, да? Иди там уже. Пойдем, еще и закрывается. Окно. Ну-ка, смотри, как двигается. Степа, смотри. Ага. Здорово. А ты, папа... О, папа, стой. Пойдем в кабину. Засниму. Себе. Ну, прикольно, да? Мне так нравится. Ага. Вообще. В настоящей кабине. Опа, я сейчас здесь. Всякие какие-то датчики здесь. Я тоже хочу. Вот настоящий тут пилот. Крутит, что тут стоит. Маленький. Это бортмашинист, да? Здорово. Папа, у нас машинист. Ух ты, всякие кнопочки. Мы сейчас взлетаем, да? Здесь тоже есть. Взлетаем. Взлетаем. Где Ксюша она? Сейчас Ксюша уже подружку себе нашла. Ксюша уже подружку себе нашла. Где она? У меня здесь вообще-то много правил. Мы так просто, в принципе, туда не можем. Можете приготовить карточки, которые вам выдали в начале экскурсии. Дайте карточку. У каждого должна быть карточка. Дайте карточку. На, карточку тоже. Папа, папа. Папа. Не вас снова помогу карточку. Маме дай. У каждого по карточке. Одну маме дай. У каждого по одной парочке. Она даст. Молодцы, молодцы. Вы все вместе пойдете. Сейчас я вас запущу в лабиринт. В лабиринте нужно будет найти два секретных места. Мы тоже идем. В этих секретных местах какие-то большие терминалы расположены. И там есть черненькая коробочка, где нужно будет карточкой вниз вот этой черной стороной магнитной линии. Вниз вот так опустите. Вниз. Магнитной линией справа налево провести. Вот так вот вниз. Справа налево. Они одинаковые. Два секретных места и выход. Думаете, вы уже не выходите. Все. Я вас буду ждать на выходе из лабиринта. Желаю вам удачи. Два секретных места везде до сигнала проводим. Проверяйте где то, чтобы пока не... Внизу я не вернусь, вызывайте скорую. Да, если потеряетесь, кричите. Будем вас ждать. Все, мы идем. Лабиринт какой. Два секретных места. У вас есть карточка. Что за секретные места? Вот вниз. Вот вниз. Запустили. Войди туда, Дарья. Ну, тут ты прогналы, пиздец. Что не правильно делаешь? Нашли? Вот. Проводим абсолютно всеми карточками, которые у вас есть. Пойдемте. Пойдемте в другое место. Куда в другое место? Нет. Вы что? Все провели. А там сетка. Нет еще. Там тупик. Там что? Там тупик. Тупик. А может, эта дверь не открывается? Пойдемте. Нет. Надо только пикнуть все карточки. Иди сюда. А не убегайте. Надо карточками. Не бойся. Не бойся. Пойдемте, пожалуйста, всеми карточками. Из-за мужа, и до себя. Так, как справа налево. До сигнала. Отлично. Ищите второй. Смотри на папу. Так. Где папа? Смотри на папу. Мы ищем дальше. Дальше дайте. Падышки. Ой, ничего себе. Слушай, а куда идти-то? Вам осталось последнее. Я не могу идти. Мы неправильно куда-то идем. А. Ну куда? Мы сейчас опять туда же придем. Нет? Да. Не знаю. А где дочка наша? Я вообще куда-то... Ого. Нет. Вот это вот там. Ого. Дети, поди, уже нашли. Выход-то. А мы все ходим, выходим, да? Так. Ой, Ксюша, ты где? Ксюша. Ксюша. Мама, я тут. Ася. Ничего себе. Ого. Так. Где? 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 Куда идти? Куда идти? Кудай. Хa. Куда идти? ають? Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа.... Ого. Лялька, ты чья? Один ходит? В махахахааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааroact. Ксюша, я тебя нашла. Дети у всех потерялись. У меня пикнуло. Что, куда бежать? Держи карточку. Вы нашли второй, можете получить подарок на стойке с игрушками. Вот сюда, пойдемте. Ксюша, иди сюда, ты куда пошла-то? Ты куда пошла? Ой, у меня тупик. Идете все за мной. Вышли. Для того, чтобы получить призы. Сейчас вы побежите вперед взрослым. У вас самое ответственное задание. Вам нужно будет сказать хором, ура, мы это сделали. Договорились? Договорились? Да. Точно? Да. Вот кто так не скажет, все. Кстати, без приза так останется. Ура, мы это сделали. Запомнили фразу? Все, бегом, бежим там, где вы. Начинается. Курция наша подошла к концу. Я желаю вам хорошего дня. Спасибо. До свидания. Карточки у администратора. Здесь кричать-то надо? Ура, мы это сделали, чтобы подарки получить. Подарки, чтобы получить. Бегом, бегом. Я попал. Кричим. 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 Вы уже забыли? Кричим. Ура, мы это сделали. Кричим. Мы это сделали. Молодцы. Что там за подарки? Так. У, шарики. Наши оставай взрослых карты. Ну что? Нравится? Да. Ну все, говори всем пока. Всем пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал Детландия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok